За последние несколько лет такие страны, как Зимбабве и Венесуэла, напечатали слишком много денег. Это привело к увлечению биткоином среди их граждан. Существует спрос, который нельзя избежать или подавить. Поэтому я думаю, это сильно повлияет на глобальную экономическую географию. Многие на данный момент задаются вопросом, а что будет при халвинге биткоина? Какая будет цена биткоина в моменте и что будет потом? Давайте разберемся в этом видеоролике вместе. Как отмечает аналитик под ником RidingTrader, до первого халвинга, который произошел в ноябре 2012 года, цена биткоина составляла 2,5 доллара. А спустя год она выросла до 1037 долларов. Но после этого криптовалюта подешевела почти в 4 раза, до 268 долларов. Однако второй халвинг, который случится в июле 2016 года, увеличился в 2,5 раза. Биткоин подорожал в итоге до 2525 долларов в июле 2017 года. Как бы то ни было, предложение биткоинов на рынке криптовалют упадет. Сейчас ежедневно майнеры добывают 1800 таких криптоактивов при регистрации 144 блока. А после очередного халвинга это будет уже лишь 900 биткоинов в, конечно же, сутки. Таинственный трейдер делает вывод, что ставка инфляции по криптовалюте сократится до 1,8%. Основной вывод состоит в том, что предложение биткоинов на рынке в итоге ограничено. По данному показателю биткоин обгонит золото, став более редким активом. Когда на свет появится еще 210 тысяч биткоинов, произойдет уже четвертый халвинг, который ориентировочно случится в 2024 году. А вот что касается поведения цены биткоина, как подтверждает анализ криптовалютно-инвестиционной компании Grayscale, он обычно дорожает после халвинга. Интерес Китая здесь очевиден. В провинции Сычуань может быть введен в строй дополнительный миллион майнинговых машин. А местное население уже резко увеличило закупки биткоинов. Grayscale также отмечает, что оно увеличивается в последние 12 месяцев. Если мы будем смотреть 12-месячную доходность портфеля Grayscale в процентов от всех активов под управлением, то ключевой монет – это сохранение роста спроса на эту криптовалюту. Надежный проект, что доказал свою честность и прозрачность моментальными выплатами и чистым смарт-контрактом – это bigeth.io. В данном проекте вы легко можете заработать от 5 до 20% ежедневной прибыли, вкладывая криптовалюту в эфир. Сделать пару иксов в данном проекте за месяц очень легко, затем вывести свой клад и более ничем не рискуя. Вывести свой клад из проекта можно в любое время. На сайте проекта отписано все максимально просто, честно и прозрачно. Рекомендую ознакомиться, ссылка на проект будет в описании. План B говорит, что модель S2F показывает, что биткоин находится на верном пути к достижению 100 тысяч долларов к 2021 году, поскольку в мае произойдет тот самый хаулинг. После каждых 210 тысяч добытых блоков в цепочке биткоинов токен подвергается делению пополам. Ну и на этот раз, конечно же, награда за майнинг будет, грубо говоря, уменьшена с 12 до 6 биткоинов. Данные SK показывают, что доходность биткоинов в этом году все еще выросла на 10%, а S&P 500 упала на почти 11%. В настоящее время число адресов, на которых хранится более 100 биткоинов, что эквивалентно примерно 1 миллиону долларов, составляет чуть более 14 тысяч. Иными словами, сейчас в мире по меньшей мере 14 тысяч биткоиновых миллионеров. Однако, если биткоин продолжит текущую траекторию роста, подорожает более чем на 10 тысяч процентов на фоне ажиотажа вокруг третьего хаулинга, порог для перехода в касту биткоин миллионеров сильно снизится. В таком случае ими станут все, у кого на счету есть хотя бы 2,5 биткоина. Ну а как вы считаете, продолжит ли биткоин свою текущую траекторию роста? Не оборвется ли она? И насколько есть вероятность увидеть биткоин за 100 тысяч долларов в 2021 году? Пишите свое мнение в комментариях, оставляйте, делитесь видео. Всем удачи, всем пока и до новых встреч. Очень хорошим вариантом сделать XOX в своей крипте это проект BKTH.io. Рекомендую ознакомиться с проектом, ссылка будет в описании.